Рубрика создана при поддержке Народного Учителя Уссурийска Ивана Лаоши. Я Иван Лаоши, Народный Учитель Уссурийска. С 2010 года провёл 55 тысяч занятий и обучил китайскому языку полторы тысячи ребят нашего города. С Эльвиной Муратовой мы знакомы очень давно. Мама привела её на занятия в 4 года. Эля сразу блеснула своими невероятными способностями, воображением и творчеством. Эльвина, можно сказать, ветеран нашей школы. В 2020 году получила премию «Амбассадор» как лучший ученик года. Мы даже сняли короткометражный фильм «Мечты избываются» про нашу воспитанницу. Мечта Эльвины – стать переводчиком президента России. Поэтому она трудится, не покладая рук. Постоянный призёр и участник языковых олимпиад. В прошлом году прошла отборочный тур в Тихоокеанских школ ДВФУ, где показала себя с самой лучшей стороны. Кроме иностранных языков, Эля играет на электрогитаре, занимается велоспортом, слушает хэви-метал, а вечером смотрит на звёзды из телескопа. Эльвину не раз показывали по местным новостям, а ещё она стала звездой клипа на песню «Слова», который мы снимали вместе с ребятами нашей школы. С такими детьми работать очень приятно. Мы желаем Эльвине только новых успехов. Григорий Богинский, 4-й год, изучает китайский язык под нашим руководством. Это очень помогает мальчику в его виде спорта ушу, в основе которого приём кулачного боя и фехтования, а также различные виды традиционной борьбы и акробатики. Гриша – гордость нашей школы, города, края и всей России, ведь он неоднократный призёр и победитель международных, всероссийских и региональных соревнований по ушу. Так, например, этим летом Григорий занял три первых призовых места на международных соревнованиях боевых искусств в городе Шиньян в КНР. Григорий постигает не только культуру и боевое искусство страны, но и нравы граждан КНР. Этим летом ездил в Китай и получил невероятные впечатления, показал свою силу, завёл новых друзей. Такая возможность появилась благодаря знанию языка, за которое получил похвалу от местных жителей. Москва, Анапа, Петербург, Новосибирск, где только не был наш спортсмен, покоряет города и страны, мы желаем Григорию новых побед. Ты наш герой. Яна Абрамова – уникальный ребёнок, у которого высоко развитые способности сразу в нескольких направлениях. Это заметили и воспитатели в детском саду, и учителя в школе. Яна находит неординарные способы решений в точных науках и преуспевает в гуманитарных. В классе у девочки самый высокий рейтинг. Этой весной Яна стала абсолютным победителем региональной олимпиады по китайскому языку имени народного учителя Дубинина, где показала топовый результат и набрала максимальное количество баллов. Ещё Яна побила рекорд Приморского конкурса по каллиграфии твёрдой ручкой и кисточкой и стала абсолютным победителем. В свои 11 лет Яна Абрамова изучает не только иностранные языки, но и программирование. Всегда смотрит наперёд в будущее. Как учитель я бы хотел отметить нестандартный подход к выполнению домашних заданий. Например, при подготовке доклада на китайском языке подопечная долго тренировалась и выступила как настоящий диктор центрального телевидения. Другие воспитанники были удивлены, а мне было очень приятно увидеть столь ответственный подход. Девиз ультрасовременной школы китайского языка и культуры China Class «Учить китайский классно». Наши воспитанники – абсолютные победители и призёры олимпиады конкурсов по китайскому языку всех уровней, стипендиаты губернатора Приморского края, главы округа и правительства КНР. Добро пожаловать к нам на занятия! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok